добрый вечер мир божий я думал молодежь будет вести или сидеть сзади меня рассчитывал на 10 минут они мне оставили ту мать но я думаю братья или кто будет заканчивать у них время будет когда я знал что я буду проповедовать ко мне пришла одна мысль на которой я бы хотел сегодня остановиться иваны от матфея 24 глава христос говорил о причине последнем пришествии какая какие причины последнее пришествие и там такое слово он сказал 24 главе 12 стихом и по причине умножение беззакония во многих охладеет любовь я бы сегодня хотел немного поговорить сколько стоит любовь вы знаете последнее время любви в общем то говорят все времена и во все времена проповедуется любовь и во все времена люди говорят о любви но во все времена любовь бывает разная по отношению друг другу по отношению государству по отношению мужа к жене по отношению к близким зависит от того какое окружение какая страна какие люди живут и какая у них любовь какого воспитания не апостол павел когда писал второе послание коринфянам то он сказал такие слова я охотно буду и сдерживать свое и истощать себя за души ваши несмотря на то что чрезвычайно любя вас я менее любим вами человек знающий бога имеющий откровение имея познание боге желал открыть коринфянам нечто больше чем они знали и горя вот этой любовью горя этим призванием он старался им вложить все то что ему открыто о боге все то что он знал о могуществе величие и славе господне и вот открывая это любовь он видел какую-то стену какое-то препятствие какое-то непонимание со стороны коринфян и он говорит что неужели вы не видите мою любовь к вам почему она безответная такая любовь моя к вам и поэтому последнее время она будет ознаменовано еще большим откровением непризнания этой любви чем больше человечество будет приходить пришествии иисуса христа концу своему тем больше будет вот эта вот стена непознания или откровенного отторжения любви и так сколько стоит любовь первая книга бытия читаю такое слово я думаю вы это повествование знаете двадцать девятая книга бытия и встал яков и пошел землю сынов востока и пришедший сюда увидел яков 18 стих 29 главы бытия яков полюбил рахиль и сказал я буду служить тебе семь лет за рахиль младшую дочь твою лаван сказал лучше отдать мне ее за тебя нежели отдать ее за другого кого живи у меня и служил яков за рахиль и аков за рахиль семь лет и они показались ему за несколько дней потому что он любил ее цена любви семь лет семь лет полюбил девушку и семь лет ему нужно было поработать своего тестя за то чтобы он получил рахиль и его любовь и его отношения к рахиле они были таковы что это время пролетело так быстро как день вчерашний и он ее не заметил так быстро летело время потому что перед ним постоянно была рахиль его любовь его 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 отношения в сердце которое он заложил к ней и пришло то время когда она должна стать его женою но так случилось как было сказано здесь как лаван сказал что в нашей стране или в нашем государстве или в нашем городе такой закон сразу выдают старшую а потом меньшую и он вместо того чтобы получить рахиль получил лию и написано служил еще семь лет хотя через время она стала его женою через некоторое время но все равно он еще отслужил семь лет и так четырнадцать лет его любовь его отношения к ней к любви стоило ему четырнадцать лет жизни и эти четырнадцать лет он провел лавана с удовольствием потому что он любил рахиль это его отношения то которое он испытывал повседневной жизни к ней и хотя лия ему родила одного сына второго сына а рахиль была бесплодна в то время он все равно больше любил ту которую за которую работал которой было открыто сердце и проходило время его отношения были точно таковы как прошедшее время то есть он заплатил цену за эту любовь его отношения были соответственно той цене интересно есть в песне песней такое слово восьмой главе седьмым стихом большие воды не могут потушить любви и реки не зальют ее если бы кто давал все богатства дома своего за любовь то он был бы отвергнут с презрением человек который влюблен и который влюбился для него все богатство мира которое ему дают взамен оно ничего не стоит потому что человек достигает своей цели но большому огорчению все бывает во многих потом буквально перед тем как я думал об этом сказать я прочел одно повествование повествование обыкновенной жизни человека это мирского человека в этой жизни семья муж жена двое детей жили прекрасно свое время влюбились рождался один сын потом дочь родилась жили себе и со временем как протекает жизнь у людей начинают небольшие проблемы сразу бывают небольшие жена чем-то недовольна что муж плохо относится не то делает что бы она хотела постоянно недовольство и вот это вот недовольство оно начинает человека немного докучать и однажды она его как говорят народе достала и он встал и вышел просто пошел прогуляться и как бывает как у Давида было вышел прогуляться и у этого человека встретил женщину немного старше себя которая тоже прогуливалась в том же парке и прогуливаясь она его пригласила к себе и так они познакомились и он время от времени начал заходить к ней та женщина ничего от него не требовала она была просто рада когда он приходил к ней и пришло время что жена узнала об этом союзе ихнем и скандал еще больше и развод он ушел к той женщине она осталась одна с двумя детьми и прошло время год два три и она снова как и та женщина познакомилась с одним мужчиной который тоже оказался женатым к сожалению и она была рада когда он заходил на час на два к ней и вдруг к ней пришла как тот блудный сын пришло озарение я имела все в своей жизни и потеряла ради чего почему ради того чтобы ну чтобы быть может быть или жить лучше чем те люди которых она знала живут и она вот этим допекала своего мужа потому что она видела что те люди которых она знала они живут не так они живут совсем иначе лучше ну ее муж имел такую профессию он не мог лучше быть и больше заработать чем он зарабатывал и поэтому он жил насколько насколько ему позволяли и финансы но ее это не устраивало то есть желание ее переросло и когда она осталась одна она поняла в чем суть ее ошибки в чем суть цены любви ее она поняла что та любовь которая была у них она потеряна в сущности из-за мелочи потому что когда она осталась одна она поняла что она в общем то никому не нужна с двумя детьми жизнь на этой земле так быстро протекает что иногда мы не замечаем как она пролетает молодые люди иногда думают что жизнь такая длинная что в ней можно успеть сколько сделать ну к большому окорчению человеку дается как мы говорим семьдесят восемьдесят лет при большей крепости может кто-то живет девяносто может до ста доживает но все равно эта жизнь пролетает мгновенно я на своем опыте скажу что я даже не думал иногда озираясь назад думаю как она быстро пролетела уже буквально в америке двадцать семь лет они пролетели как день вчерашний незаметно так все бегит потому что ты находишься в круговороте жизни и работа дом семья дети церковь ты везде крутишься и вот этот круговорот тебя так закручивает что ты не замечаешь двухтысячный год первый второй седьмой десятый шестнадцатый сегодня и так время летит и пробегает очень быстро и наши отношения наша любовь друг к другу иногда мы не замечаем как мы раним друг друга как мы огорчаем обижаем думаем что может быть что-то поправим что-то изменим но с каждым днем хуже а может еще хуже а потом мы уже не замечаем потому что уже привыкли а сегодня когда в стране такой хаос творится непонятный по отношению супружеского супружества то вообще люди все вверх ногами поставили и думаешь какое время будет моим внукам моим детям через десять двадцать тридцать лет если то что было двадцать лет считалось нормальным то сегодня это уже ненормально и то что двадцать лет было обычно сегодня это совсем необычно но тем не менее мы понимаем что жизнь идет своим чередом и мы должны платить цену за ту любовь и за те отношения которые записаны в священном писании и поэтому за эту цену нужно платить семь лет четырнадцать лет за любовь к рахиле было заплачено четырнадцать лет их не отношения их не любовь поэтому то что мы читаем в священном писании то что сегодня проповедуется оно требует ложить цену на веса потому что всякое добро оно проходит очень трудно большинство зло оно проникает мгновенно во все сердца я когда-то говорил уже когда мои дети были маленькие их в воскресной школе заставляли учить какой-то стишок от Зои Ивановна еще была у нас учительницей в воскресной школе она моего сына там заставляла учить ему было шесть-семь лет и он учит тот стих учит и никак не может запомнить но выйдя на улицу он за семь десять минут прибегает и такую считалку сорок куплетов трочит что думаешь откуда как у него приходит на это память вот к тому доброму который ему учат в воскресной школе у него не лежит сердце не лежит и голова не направлена а вот к тому к тем считалкам к всему земному человек очень быстро запоминает и все и таким образом все влаживается в его сердце таким образом пролетает года и человеческом сердце отлаживается вот это все ненужное всего ненужного все больше и больше а все меньше остается в сердце для добра потому что сердце наполняется тем пустотой пустотою которая предлагает мир которая сегодня так пышно и ярко цветет но когда ты приблизиться к ней то она окажется пустотой и так мы говорили о том сколько стоит цена любви сколько стоит любовь но есть еще одна цена любви это любовь Бога к человеку и за нее тоже заплачена цена и очень большая и мы читаем Евангелие от Иоанна 3 главе 16 стихом ибо так возлюбил Бог мир что отдал сына своего динародного дабы всякий верующий в него не погиб но имел в нем жизнь вечную Бог возлюбил мир заплатил цену цена его любви его сын сын который был поруган избит и распят за наши грехи не за свои не за не за то что делалось на небе нет он распят за наши грехи чтобы мы имели спасение чтобы мы имели жизнь вечную и вот Бог задает вопрос тогда мы читаем книги священное писание я должен подсмотреть в книге Малахи записаны такие слова если я Господь то где благоволение предо мною если я Господь то есть отношения той жертвы цена заплачена Бог заплатил цену за то чтобы мы полюбили ответили на его любовь как некогда писал апостол Павел я менее любим вами то есть влаживая себя он не получал то что он влаживал Бог вложил то чтобы мы полюбили его своего сына Иисуса Христа и говорит если я Господь сделал это для вас то где же почтение ко мне где то ответная любовь которую я который я полюбил вас вот если бы она была такова как какую я имею любовь к вам но оказывается ее нету и проходит время и мы сами в себе понимаем что проходит год второй раз да я верующий да как в том стихотворении да я хожу в церковь да я иногда могу спеть иногда могу стих рассказывать да я что-то жертвую но Бог говорит я не об этом говорю он как Петру говорит Петро а любишь ли ты меня вдруг Петро понимает что что-то не а какой-то мелочи Бог спрашивает Бог спрашивает и Иисус Христос спрашивает нечто большее и человек начинает тогда понимать о какой любви говорится о каких отношениях когда человек вспоминает свою первую любовь когда человек вспоминает свое первое отношение к своей жене то человек тогда вспоминает и свою первую любовь к Богу свои первые отношения к Богу когда он познал Бога, когда он покаялся, когда он пришел к Нему, какие у него были желания, какие у него были стремления, какие у него были отношения с Ним, как он мыслил, как он понимал, как он относился ко всему и как он относится сейчас, на сегодняшний день. Когда все хорошо, хлеб насущный есть, крыша над головой есть, все необходимое есть, сел в машину, поехал, поехал в магазин, купил, привез, отвез и все как будто бы гладко, все идет своим чередом, но Бог о другом спрашивает, а какая твоя любовь ко мне, какие твои отношения ко мне, ведь за тебя заплочена цена, и эта цена жизнь сына моего, который пришел на эту землю, ради того, чтобы мы имели жизнь вечную и спасение. Книга пророка Исаия, 29 глава, Господь говорит так, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком чтит меня, сердце же его стоит далеко от меня». Способность человека приближаться к Господу устами. Только человек способен на такое. Если животное преданное человеку, оно предано всем существам ему. Если это пев, он за своим хозяином и в воду, в огонь, куда хозяин пойдет, и он туда и следует за ним. А вот человек такое существо, что он может чтить Бога своими устами, а сердце его относится совсем к другому, не к Богу. И принадлежит совсем не Богу. Человек может это. Но Бог, знающий мысли и знающий то, что говорит, проникающий до разделения и знающий всего человека, он-то знает всю нашу сущность. Его нельзя обмануть. Иногда мы друг другом можем обманывать. Иногда мы друг другу можем говорить ложь, потому что мы не знаем того, что в сердце. Мы верим тому, что говорят уста. но Бог знает намерение сердца. И поэтому Он говорит, мой народ приближается ко мне устами своими и языком своим. Сердце же его далеко отстоит от меня. Наша жизнь пролетает и мы иногда может быть по прошествии долгого времени понимаем. Пролетело время, пролетели года и мы понимаем, что не все мы сделали то по отношению к спасению, что хотели или что имели в виду в начале нашего верования, познания Господа. И мы все списываем на суету, на обстоятельства иногда говорим Господи, ну ты понимаешь, такие сложились обстоятельства, я не мог поступить иначе, я должен поступить только так. Но Бог не спросит за это, Бог спросит, каковы мои были и есть отношения с Ним, и какова моя любовь к Нему. И не хотелось бы, чтобы мое спасение было, как головня из огня, только-только, чтобы проскочил каким-то образом во дворы эти Господни. Хотелось бы полностью принадлежать Господу и царствовать с Ним. Но есть то, что препятствует человеку. Это то, что человек отлаживает на завтра. Каждый раз, когда приходит Новый год, вот здесь братья говорят о том, что и Николай Захаров часто говорит, ну, начнем с понедельника, лесного года. Начнем молиться, начнем приходить на молитвенное служение, начнем приходить в хор, начнем еще что-то делать, и все говорим с понедельника. И эти понедельники пролетают, и каждый раз, все время, следующий, следующий. Я понимаю, как тяжело все-таки взять себя в руки. Я иногда говорю сам себе, вот, нужно немного скинуть веса, ну, пару десятков паунта мешает. Ну, думаю, вот с этого понедельника уже начну. Один день прошел, два, как будто держишься. Раз, среду, день рождения. Ну, куда же уже удержаться? наелся хорошо, все. Ну, четверг, снова пятницу, в субботу раз, друзья позвали, снова. И получается, в неделю четыре дня как будто бы держишь себя в руке, а два дня так распускаешь, что потом трудно себя в руки взять. И почему так? Вот не хватает терпения, чтобы прийти в гости, поесть сколько надо и остановиться. Ну, как можно остановиться, когда сколько сностей там наставили на столе. И хочется всего попробовать. А вот силы, желания нету. Оно есть где-то там внутри, далеко. И очень тяжело его воспроизвести наружу. Вот точно так и наши отношения. А там где-то у нас внутри гнездится желание служить и поклоняться Господу так, как он достоин. но вот то, что все окружает нас, оно так действует против нас, что мы часто теряем силу воли и нет желания иногда даже сделать то, что нужно делать. Просто прийти на собрание. И то иногда не бывает силы. Человек приходит, уморился, упал и все. Прости меня Господи, что нету силы у меня. И на том все. Итак, дорогие друзья, мне бы хотелось, чтобы наши отношения друг с другом, наши отношения с Господом, они всегда были на должном уровне. Чтобы та цена, которую заплатил Бог за наше спасение, она была оправдана. ибо так возлюбил Бог мир. Бог возлюбил. Бог сделал все своей стороны, чтобы мы имели это. Но стоит вопрос, какова моя отдача отношения к этой любви. Может быть, как апостол Павел говорит, я менее любим вами. Мне бы хотелось сейчас помолиться вместе с вами, чтобы Бог послал нам желание, ту любовь в наше сердце, наши отношения в наших семьях, наши отношения друг с другом, наши отношения с Господом. Когда будут налажены наши отношения с Господом, я думаю, остальное все, оно само собой наладится. Вот это главная задача, которую ставит перед нами Священное Писание, это отношение с нашим Отцом Небесным, отношение с нашим Господом. И да благословит нас Господь понять ту сущность, которую хочет привить у нас Иисус Христос. Как сегодня Алекс утром проповедовал, что Божья любовь, она кричит к нам. Она не просто говорит, она кричит к нам, но мы почему-то не слышим, как будто мы не обращаем на это внимания. Да благословит нас Господь и поможет нам. Склонимся и помолимся ему.